МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ряд предпринимателей Алтайского края сегодня уже высказали свое мнение относительно этой инициативы. Если брать сельское хозяйство, конечно, я не могу держать механизатора до 65 лет. Ему просто физически будет тяжело работать. Или доярку до 60 лет. Надо найти золотую середину. Может быть, не привлекать к ответственности работодателей сразу к административной, либо уголовной, а может быть, какими-то экономическими мерами, рычагами, стимулированием. Может быть, понизить взносы в фонды обязательные. Я считаю, что должны быть экономические методы работы, мотивация, заинтересовать и бизнес, и работодателей, чтобы было интересно, но выгодно работодателю не применять какие-то меры в отношении предпенсионеров, либо принимать на работу. Напомним, президент в своем обращении к жителям страны отметил, что дал поручение правительству предложить стимулы для бизнеса, чтобы у работодателей был интерес сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Пока подобные меры в стране отсутствуют. В Славгороде сегодня начали выплачивать долг работникам коммунального предприятия «Тепловые сети». Сумма задолженности перед двумя с половиной сотнями сотрудников составляет 3 миллиона 906 тысяч рублей. Как сообщили в правительстве региона, в августе в Рио губернатор Виктор Томенко поручил разработать механизм погашения. В результате долг предприятия банкрота был переведен на администрацию города. Как его учредителя, процедура переуступки была выполнена с согласования конкурсного управляющего. Как сообщил глава города Сергей Горбунов, перевод средств на счета работников начался сегодня. В ближайшее время окончательный расчет получат все сотрудники тепловых сетей. 400 детей-сирот получат в этом году собственное жилье. По словам представителей краевого жилищного управления, это в два раза больше, чем в прошлом году. Накануне семеро из них получили ключи от жилья в одной из броноульских новостроек. В то же время порядка 7 тысяч сирот остаются без положенных им по закону квартиры. И когда их получат, неизвестно. Подробнее о проблемах, стоящих перед нуждающимся в льготном жилье, в сюжете Ильи Кочеткова. Анна Пархадская не скрывает радости. Наконец-то собственная квартира. К тому же со скромной, но отделкой, оборудованная санузлом, электроплитой. Не смущает и скромная площадь 35 квадратных метров. И то, что на ней нужно комфортно разместиться вместе с тремя детьми. Говорит, все детально продумано. Половина комнаты разделится встроенным шкафом, чтобы сэкономить пространство и место. Комната будет отдельно для детей с третьим выдвижным местом, трехъярусная в общем кровать. Балкон будет оборудован под рабочий кабинет. Анна – одна из семи детей-сирот, что получили квартиры в этой новостройке на Первой Западной. Но уверена, если бы не подсуетилась сама, возможно, до сих пор бы довольствовалась съемной квартирой. Ждала я три года по суду. Сразу через суд решила, поэтому знала, что быстрее. Три года. Новые квартиры получают исключительно дети-сироты, чье право на льготу подтверждено судом. Увы, иного пути сегодня просто нет, признают даже в Министерстве строительства края. Многие сироты считают это, мягко говоря, несправедливым, о чем говорят их многочисленные пикеты. Разделяют их озабоченности некоторые чиновники. Я считаю это маленько несправедливо для тех, кто, возможно, 6-7-8 лет стоит в списке и не имеет возможности даже и понятия, что надо обратиться в суд. Скорее всего, я бы лично, если бы не было решения суда, то надо выдавать квартиры по списку. Всего в крае с готовыми решениями суда на руках сегодня более 900 человек. Александр Грибанов заверил журналистам, что если обеспечение жильем и дальше будет идти такими темпами, то в ближайшее время все они получат квартиры. Общее же число льготников порядка 7 тысяч, и их будущее гораздо более туманное. Тем более, что со следующего года могут вступить в силу поправки в 159-й федеральный закон, согласно которому край сможет покупать для сирот не более 25% жилых помещений в доме, тогда как сейчас объем не ограничен. Учитывая, что в крае небольшое число застройщиков, это может, по мнению чиновника, ситуацию усугубить. Илья Кочетков, Николай Шилко, Наши новости. Эпидемиологи опровергают информацию о том, что в Алтайском крае раньше срока начался подъем заболеваемости ОРВИ. Возможно, причиной ложных сообщений в местных СМИ стал трехдневный карантин в детском саду Петропавловского района. В Министерстве образования ответили, что это был единичный случай в регионе. Сейчас карантин снят. А врачи краевой больницы говорят, что настоящий подъем вирусов стоит ждать традиционно позже. По прогнозам, это конец ноября, вторая половина ноября. Мы видим, что у нас неустойчивая погода. И, соответственно, люди с лета еще не отошли. Мы потеплее все-таки нужно одеваться. И, соответственно, конечно, регистрация происходит. Но она не превышает подъем заболеваемости, который будет далее. По мнению врачей, обезопасить себя можно с помощью прививки от гриппа. В крае до конца октября проходит прививочная кампания. Вакцину успели уже поставить более 180 тысячам человек. Из них 14 тысяч – школьники. Бесплатно поставить прививку могут работники сферы образования, транспорта, дети, студенты и люди старше 60 лет. Остальным же вакцина обойдется в 580 рублей. В Барнауле сегодня на проспекте Калинина произошел порыв на сетях. В результате вся проезжая часть была затоплена, а движение затруднено. Как рассказали нашему телеканалу в пресс-службе «Водоканала», авария произошла по вине компании «Строймастер», которая при проведении земляных работ повредила водопровод. В результате вода вышла на поверхность и затопила проезжую часть. На время ликвидации ЧП без холодной воды оставались многоэтажка и административное здание. Восстановить водоснабжение специалисты обещали к вечеру. Барнаульцы стали меньше мусорить. Такое наблюдение сегодня сделали участники осенней акции «Живи лес». Каждую осень они приезжают на один и тот же участок леса, на пересечении шоссе Ленточный Бор и улицы Кутузова, чтобы очистить землю от мелкого, но крайне вредного мусора. Его после себя оставляют многочисленные отдыхающие. В основном это всякие салфетки, всякие упаковки от разных сладостей. Неприятно, конечно, что всем как-то все равно на то, что произойдет с этим мусором. Но в первую очередь радуйся, что есть добровольцы, которые помогают. В акции сегодня приняло участие почти 100 человек. Это школьники, студенты, сотрудники Министерства природы, различных организаций и простые горожане. В субботнике на этом участке они проводят дважды в год, осенью и весной. И, как замечают организаторы, в первые годы с площади в 25 гектаров они вывозили мусор пятью камазами. Сейчас загрязненность в разы меньше. Но, тем не менее, волонтеры по-прежнему находят за деревьями свалки со строительными отходами, мешки с непонятным содержимым. И, по словам участников, мусорят здесь, к сожалению, всегда. Поэтому организаторы приглашают всех желающих к очистке одного из самых любимых бурнаульцами лесного уголка. Самая неблагополучная территория. Постоянная, довольно высокая посещаемость, дорога рядом, место красивое. Поэтому население постоянно здесь отдыхает, ну и оставляет по себе. Не то, что нужно. В это воскресенье, 9 сентября, в Барнауле отметят День города. Краевой старейце исполняется 288 лет. Основная программа мероприятий начнется вечером. И, тем не менее, в парках и на других площадках в течение дня проведут ярмарки и концерты. Утром около лицея номер 121 пройдет дегустация пирогов. Зрители угостят нарезками мяса, сыра, фруктов и ухой. Праздник в парке «Лесная сказка» начнется в полдень. В это же время в одном из ресторанов на улице Песчаная начнется фестиваль итальянской пасты. Желающим, советуем поторопиться, приготовят всего 5000 порций. В Гамелике вечер начнут чайные церемонии. А сибирская медиагруппа по традиции организует свою площадку «Удакатрансмаш». Начнется торжество в 15 часов выступлением лучших творческих коллективов города. Откроет программу рок-группа «Мондегрин Шоу». В 16 часов зрители возьмутся за создание арт-объекта гигантских букв «Барнаул». Желающие раскрасят их цветными красками из баллончиков. А в 17 часов в небо запустят тысячи воздушных шаров. Еще одним сюрпризом для барнаульцев станет дневной салют. Подробности организаторы пока держат в тайне. Хедлайнеры праздника выйдут на сцену в 20 часов. Это новосибирская группа «Красный берег». Они исполнят каверы на главные современные хиты и завершат программу в 22.30 «Большой салют». Они дали фору молодым, ставили личные рекорды и, несмотря на возраст, прошли все испытания. За спартакиадой пенсионеров Первомайского района, который уже четвертый год подряд проходит в селе Березовка, при поддержке фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева наблюдала наша съемочная группа. Кому достались призовые места, расскажет Елена Кузовкина. Шествие команд спортсмена-ветеранов четвертой лестнице по спартакиады открывает команда Госружеского сельсовета «Бобры». За «Бобрами» шагают старики-разбойники, их подгоняет адреналин и оптимисты. Уже по названиям, понимаем, скучно не будет. Всего 11 команд, представители сельсоветов Первомайского района, собрались на стадионе Березовки. Трудно собирать, возраст уже, конечно, и все. Но потом, когда вот соберутся, уже не разгонишь. Они уже столько позитива нахватаются, столько энергии друг от друга. Возраст участников от 55 и старше. И что любопытно, испытания не представили для спортсменов особой трудности. Они к ним готовились, некоторые отличились особой гибкостью, ну а некоторые ставили рекорды в отжимании. Татьяна Яценко, представитель команды Сибирского сельсовета, считает, что подвела свой коллектив. Результатом женщина недовольна. Говорит, зрение уже не снайперское. Хотя всегда любила пострелять. Расскажите, каким образом готовились к этому испытанию? Таким образом. Берем и стреляем каждый день. В смысле дома? По банкам? Нет, по мишеням. Дартс, городки и пенсионер-бол. Все это была, можно сказать, разминка перед решающими стартами. Настала самая любопытная и захватывающая часть соревнований – эстафета. Участники, видимо, настолько соскучились по зиме, что прямо на траве встали на лыжи и сели в санки. Без курьезов здесь не обошлось, но серьезных травм никто из спортсменов не получил. Заслуженные награды достались всем, как в личном зачете, так и в командном. Обладатели трех первых мест, помимо медалей, увезли домой денежные сертификаты. Фонд депутата Государственной думы Александра Прокопьева постоянно поддерживает эту спартакиаду. Третье место по итогам всех испытаний досталось хозяевам поля – представителям Березовки. Второе – у Боровихи. Ну а первое забрали бобры из Бобровки. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. В Барнауле можно услышать звуки старинных колоколов, которые привезли со всей Сибири и Урала в галерею «Универсум». В экспозиции представлены работы семейных династий – кондаковых, гелевых и лавянишниковых. Производством колоколов в них занимались веками. Многим более ста лет, и они до сих пор используются в храмах во время богослужения. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сегодня мы готовы подвести итоги розыгрыша, который наша телекомпания проводила совместно с парком «Орликино». Напомним, на кону были билеты на аттракцион «Космос». Мы приглашаем в нашу редакцию, чтобы забрать приз Илью Зарубина, Анастасию Гросс и Максима Сыромятникова. Ну а данный розыгрыш завершен, и в ближайшее время мы объявим новый конкурс. Обязательно следите за нашими эфирами. Ну и в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В Крае переменная облачность, возможен дождь, ветер юго-западный умеренный. В Заринске – 15 тепла, в Алийске и Змениногорске – плюс 14, в Белокуре, Хибийске, Славгороде и Камни-Наби – 18 выше ноля. В Барнауле возможен дождь ночью до 10 тепла, днем воздух прогреется до плюс 16. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. И все новости к этому часу. До встречи. У каждого из нас свои примеры для подражания. Мой герой – это дедушка Черников Иван Абрамович. Родился он в 1913 году, а в 1942 году его призвали на фронт. Воевал он на Северо-Западном фронте, защищая Ленинград. В одном из боев получил тяжелое осколочное ранение и его ранило в голову. Дедушка оказался в госпитале. После чего его пытались перевезти в больницу, но он встретил своего боевого товарища и отправился снова воевать. Недолеченные раны дали о себе знать в следующем бою, когда он вновь получил осколочное ранение в легкое и контузию головного мозга. В результате дедушка потерял память. Именно таким его и обнаружил отец в одном из госпиталей и привез домой. Дед не помнил абсолютно никого и ничего, даже родителей. На реабилитацию ушло большое количество времени, но все-таки им удалось справиться. Вспоминаю, как бабушка рассказывала, что однажды враги подошли очень близко к окружению моего деда, но, к сожалению, у солдат закончились патроны. Дедушке пришлось отбросить ружье в сторону и выбежать на врагов с голыми руками. Он сумел победить двоих. И вдохновленные его примером товарищи поступили точно так же. Мой дед не любил смотреть фильмы о войне, какие-то читать рассказы, потому что его воспоминания были настолько живы и их хватило на всю жизнь. Мы помним своего героя и я думаю, что страна тоже его будет знать. Абрам Крючков на фронте с начала войны. В ноябре 1941 года он в числе 28 бойцов-истребителей танков, которые вошли в историю битвы под Москвой, как 28 героев-панфиловцев, во главе с политруком и сержантом участвовал в неравном бою. На стороне противника было 50 танков. Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Его именем назван цех завода в Алма-Ате. Субтитры создавал DimaTorzok